Здравствуйте, спасибо огромное, что Вы пришли. Мы сегодня продолжаем нашу образовательную программу в рамках выставки «Истории российского дизайна. Избранные». И сегодня у нас в гостях Алексей Рябов, доцент, мархи и исследователь дизайна, автор книг и статей об отечественном дизайне начала прошлого века. Эта программа и вся выставка стала возможной благодаря поддержке президентского фонда культурных инициатив. И я передаю слово нашему лектору. Спасибо. Это небольшое вступление. Мы поступим следующим образом. Я примерно один час буду делать доклад. Тема спорная, неоднозначная. Если у Вас какие-то вопросы, замечания, реплики возникнут по ходу, Вы их, пожалуйста, сохраняйте. И в конце доклада, при необходимости, мы сможем их обсудить. И теперь переходим к делу. Обычно принято начинать с определений. И начать надо с того, что была эпоха классики. И классика – это такое время, когда самое главное в творчестве, в искусстве – это ориентация на канон, на какие-то совершенные образцы. И если там присутствует какая-то новизна, то она присутствует в виде небольших содержательных отклонений. А вот то, что касается стиля, формы, то здесь особо новаторских каких-то направлений от художников не ждет, не ожидается. И вот я предлагаю такую схему для наглядности, просто чтобы понять. Ведь определение авангарда, оно нам поможет понять и природу вот этого неудобства. Оно уже заложено в определении. Где-то в XIX веке, в классической эпохе, в классической культуре начинается отхождение от канона. И идет действительно ориентация на новизну, на новое. И это новое, оно в какой-то момент так сильно разгоняется, что теряет свою связь, свою какую-то силу притяжения с классикой. И на острие модернизма возникает авангард. Он так и переводится с французского языка, как движение впереди, передовой отряд, правильно так сказать. И интересно посмотреть определение, которое дал Виктор Власов по этому поводу. Я зачитаю, что авангардизм – это обобщенное название экспериментальных идей, концепций, течений, школ, творчества отдельных художников, преследующих цель создания нового искусства, не имеющего связи и со старым, путем отрицания исторической традиции и преемственности творчества. То есть модернисты, в отличие от авангардистов, они тоже стремятся к обновлению искусства, но в отличие от авангардистов считают необходимым не отрицать традицию, а продолжать. И поэтому авангардизм получается коротковременен, а модернизм все-таки это перманентное движение, перманентное стремление к обновлению художественной формы. Из этого определения даже следует, что это понятие не имеет хронологической привязки. У любой эпохи может быть и свой модернизм, и свой авангард, и достаточно вспомнить античность. Была эпоха классики, и потом можно вспомнить эллинизм, и вполне возможно, что в эллинизме как раз есть свой модернизм и свой авангард. Но это уже достаточно такая спорная тема, я не буду сейчас уходить в эту сторону. Для того, чтобы понять суть авангарда, я еще предлагаю посмотреть, как об этом пишет Вадим Руднев. Он добавляет вот к тому определению, которое я уже предложил, что авангард невозможен без скандала и эпатажа. Модернизм рождает новые исключительно в сфере художественной формы, а для модернистов характерно серьезная углубленная работа над формой, не терпящая суеты, внешних эффектов и популистских или скандальных акций, привлекающих внимание публики. Модернисты работают скромно, уединенно, в тишине своих мастерских. Их эксперименты рассчитаны на медленное, постепенное усвоение избранным узким кругом знатоков. И дальше он переходит уже на личности и говорит, что авангардисты и модернисты – это разные характерологические радикалы. И типичные модернисты – это, например, сухопарый длинный Джойс, изнеженный Пруст, маленький худой, как будто навек испуганный Франц Кавка, длинные худые Шостакович и Прокофьев, сухой маленький Игорь Стравинский. Все это шизоиды-аутисты, замкнутые в своем эстетическом мире. И невозможно их представить на площади или на эстраде, эпатирующими публику. А вот авангардисты – агрессивный, с громовым голосом атлет Маяковский, также атлетически сложный, съевший собаку на различного рода скандалах, Льюис Банюэль, самовлюбленный до паранойи, и при этом рассчитывающий каждый свой шаг, Сальвадор Дали. Это, конечно, обобщение, но они очень хорошо демонстрируют суть этого явления культурного, которое мы называем авангард. И давайте пойдем тем же путем и будем считать авангард совокупностью экспериментальных идей, школ, концепций и творчества отдельных художников. Но добавим, что это в России, потому что мы говорим про русский авангард, то есть Российская империя и Советский Союз. И можно сказать, что до начала Второй мировой войны, может быть даже до начала 30-х годов, но я потом подробнее об этом скажу. Просто, чтобы не путать русский авангард с какими-то неоавангардными проявлениями или с отдельными новаторскими экспериментами 19 века. Сложность здесь заключается в том, что тех, кого мы относим к русскому авангарду, сами себя этим термином не определяли. Нам бы было, конечно, проще, если бы те или иные художники считали себя авангардом или наоборот не считали. Но авангард – очень сложное понятие и достаточно размытое, открытое. И когда оно начало входить в искусствоведение, то, по сути дела, оно апроприировало культурное наследие по каким-то всегда своим критериям и исходя из своих задач. Вот то, что мне известно про возникновение этого термина – это конец 50-х годов на Западе. Термин появляется в марксистских и околомарксистских кругах. И тут сложно, конечно, определить степень ливизны у этих исследователей. Но в целом похоже на то. Сперва термин использует Мишель Софор, затем Камила Грей. Это ее великий труд, великий эксперимент с 1863 по 1922 год. Тут я, честно говоря, не могу сказать, какая, конечно, степень ливизны в их взглядах, но вот этот левый перекос в термине «русский авангард», когда он, собственно, появился на Западе в конце 50-х годов, он присутствовал. И русский авангард поднимался как некоторое сопровождение социалистической революции. И это был такой миф 20-х годов, когда казалось, что все искусство создавалось в таком большевистском революционном порыве. И позже некоторым исследователям даже пришлось смещать этот акцент. Например, Жан-Клод Маркаде говорил, что русский авангард был, конечно, левый, но левый был по той причине, что он боролся с традициями в школах, в академиях. Но социалистическая революция его часто даже и не волновала. Я по этому поводу хочу привести цитату Александра Блока в его записках от 12. Там присутствовали такие слова. Это 1920 год, а поэма была написана в 18-м году. Вот он очень интересно говорит, что было бы неправдой вместе с тем отрицать всякое отношение 12 к политике. Правда заключается в том, что поэма написана в ту исключительную и всегда короткую пору, когда проносящийся революционный циклон производит бурю во всех морях природы, жизни и искусства. В море человеческой жизни есть и такая небольшая заводь, вроде маркизовой лужи, которая называется политикой. И в этом стакане воды тоже происходила тогда буря. То есть, по сути дела, Блок называет социалистическую революцию бурей в стакане. А мы-то думали, что это поэма о революции, социалистической революции. И он говорит, что есть какой-то океан мирового духа, и если в нем идет волнение воды, то вот этот небольшой залив, который называется политикой, там тоже происходит какое-то волнение воды. И вот это, обратите внимание, выставки русского авангарда 70-х годов, Париж, Москва. Вообще выставки русского авангарда начались с конца 60-х годов на Западе. Была выставка 68-го года в Монтрёй, которая называлась «Русский авангард 1910-1920». И следом в 60-е годы русский авангард начал появляться в советских исследованиях. И тоже под вуалью некоторого мифа. Это был миф также левого уклона, и как будто были какие-то революционные порывы, но революция есть революция, и что было, то было. И сейчас, конечно, вот уже эпоха, как это называлось, развитого социализма, и надо спокойно и с пониманием оценивать героическое прошлое. Кстати говоря, вот мои учителя мне говорили, что термин изобрел Николай Харджиев, но сейчас мне знающие люди все-таки подсказали, что Харджиев этот термин еще не использовал в 60-е годы, термин у него появился в 70-е, в переизданиях его ранних и ранних работ, но это, в общем-то, не так важно. Такие исследователи, как Харджиев, они этот термин не воспринимали внутри этого мифа про революционное искусство. У них была все-таки проделана большая работа с архивом, с документами, и кроме того, они были знакомы с непосредственными участниками «Авангарда», и это давало им, конечно, такую вот спокойную оценку тех событий. И, в общем-то, для нас важно, что сейчас русский «Авангард» тоже апроприируется, и все, что, как я уже сказал, все, что было сделано в рамках русского «Авангарда», воспринимается как что-то эталонное, и как будто там были одни шедевры. И это такая эпоха вроде «Эпохи Возрождения», где творили гения. Хотя сами «Авангардисты» не стремились к каким-то уникальным проектным решениям и к каким-то высоким художественным задачам, скорее даже можно прийти к выводу, что иногда их цели были противоположные. И мы, тем не менее, восхищаемся «Авангардом», все это используем в своих художественных практиках, и даже делаем из этого какую-то концептуальную основу. Но в этой ситуации для нас очень важно обращаться к первоисточникам, читать, что, собственно, писали сами творцы русского «Авангарда», и там мы заметим, что есть много вещей, которые с нашим мифом не соотносятся. И «Авангардисты» часто стремились создавать неудобные вещи. Их не всегда интересовал прогресс. Даже чаще они боялись технического прогресса. Об этом я тоже позднее скажу. Не интересовала их социалистическая революция. И если посмотреть, что они писали сами внимательно, то действительно создается какое-то другое восприятие этого времени, этого направления. Но все-таки для того, чтобы это лучше понять, надо хорошо оценить те условия, в которых возникал русский «Авангард». Это 1910-е годы. И это расцвет живописи «Авангарда» в архитектуру. Эти «Авангардные течения» только начинают потихонечку как-то просачиваться тоненькими ручейками. И вообще здесь движение такое от чистого искусства к оформительскому искусству. То есть это различная полиграфия, текстиль, затем театральные постановки, оформление городских пространств, агитационное, праздничное. И уже потом через малые архитектурные формы к большой архитектуре. И связующими звеньями там выступали как раз те предметы, те артефакты, которые мы относим к дизайну. Вот посмотрите, что происходило в архитектуре в 1910-е годы. Это очень сильное такое движение неоклассики. Это, можно сказать, уникальная ситуация в архитектуре, которая характерна именно для России. У нас к 1910-м годам уже не было арнуво, уже не было неоромантизма, стилизации, не было эклектики. У нас была мощная неоклассика, которая отрезала вот эти модернистские движения от русского авангарда. Об этом, кстати говоря, пишет и, точнее, писал хан Магомедов, говоря именно про нашу исключительную ситуацию, про русскую. И если все-таки зарубежный авангард опирался на неоромантизм, на эклектику, на арнуво, то в России, в Российской империи это все было быстро записано в пережитке прошлого, и надо было только бороться с неоклассикой. Это была главная задача авангардистов. Тем более, что неоклассика обретала любовь и в профессиональной среде, и у широкой публики. И это была не только архитектура, это была еще и графика, и различные другие прикладные сферы. И вот я хочу вам прочитать, как хан Магомедов описывает эту эпоху, это время. Он пишет, «Отсюда такое необычное неистовство экспериментов в десятых и начала двадцатых годов. Их подчеркнуто деструктивный, разрушительный характер, высокий художественный уровень неоклассики, и ее все возраставший авторитет в профессиональной художественной среде как бы спровоцировали новаторские течения на резкое усиление деструктивных экспериментов. В результате в нашей стране такие стадии развития нового искусства, как кубизм и футуризм, приобрели специфический характер с подчеркнуто деструктивной направленностью формально-эстетических поисков». Еще я хочу вам показать такие синтетические переходные формы от неоклассика к неоклассике к авангарду, это Желтовский. Эти формы встречались в основном как раз на рубеже десятых-двадцатых годов, и потом в тридцатые годы, когда снова пришлось от новаторства переключиться на неоклассику. Но все-таки авангардисты такие формы не приветствовали. Для них важно было разломать все, что было создано классической эпохой, расчистить до нуля. И вот эта деструктивная программа как раз требовала от них стилистической чистоты. В живописи также это вот о том, то, о чем говорит хан Магомедов, деструктивный характер. Но в живописи этот нигилизм и попытка все разрушить, расчистить, она быстро привела к каким-то абсолютным примерам, образцам, вроде черного квадрата. А с архитектурой, конечно, было немножко сложнее. Вот так выглядела архитектурная мысль десятых годов это Ладовский коммунальный дом, проект коммунального дома. Мы видим здесь такую нарочитую попытку преодолеть и классику в художественном смысле слова, и кроме того, и какие-то классические образцы быта. И настолько сильно в нем это желание, что он даже уже не думает о каком-то удобстве, и можно обратить внимание на то, как это выглядит изнутри. Тоже помещение, в общем-то, не выглядит удобными даже для нового быта, какого-то новаторского. отобратите внимание на планы. Это Ладовский тоже. Ладовский, который известен нам как основатель рационализма, главная фигура рационализма. И, естественно, чтобы прийти к рационализму, наверное, так это можно понимать, ему приходилось очень сильную какую-то деформацию, ломку проводить классических образцов. Это Ладовский и Кринский. Это Кринский и Мапу. Георгий Мапу. Тоже обратите внимание на планировки. Георгий Мапу. Коммунальный дом. Это Королев. Это все больше напоминает архитектуру деконструктивизма 90-х годов, нежели какие-то образцы авангарда, которые нам хорошо знакомы. Это Родченко. Они не думали о помещениях, не думали о том, как это все будет устроено с точки зрения быта. Здесь действительно еще раз я это повторю. Главная задача была разломать классику поиски во Вкутемасе Александр Веснин. Это уже двадцать четвертый год. В манифесте конструктивизма, кстати говоря, обложка здесь представлена, я ее первый раз не заметил, сегодня обратил внимание. Сейчас я вам, наверное, другую обложку покажу. В манифесте конструктивизма тоже присутствует установка на разрушение. строительство. И знаете, что интересно? В самом слове вроде бы заложена какая-то созидательная деятельность, строительная. Но вот Алексей Ганн, он как раз пишет о разрушительно-созидательном шествии. «Революция победила, и ее разрушительно-созидательное шествие все дальше и дальше прокладывает железные пути в культуру, организованную с грандиозным планом общественного производства». Он написал этот манифест в 22-м году, даже, правильнее сказать, составил, потому что вот эта разрушительная тематика, она присутствует даже здесь и в графике, выражена в графическом виде. И интересно, что Алексей Ганн оказывается неверно понял революцию, ему на это указали. И в 42-м году он был расстрелян по 58-й статье. И дальше можно задаться вопросом, но вот это все стилистические поиски. Это по сути дела интересно самим художникам, самим архитекторам. Наверное, были у них какие-то общесоциальные задачи, какие-то тенденции, которые были поддержаны и верхушкой административно-партийной и, может быть, широкими массами. Может быть, такой социальной задачей был технический прогресс, но оказывается, в общем-то, что нет. И в качестве заставки вот к этой теме прогресса я хочу вам показать обложку книги Казимира Малевича Бог не скинут. Это его статьи. Вообще статья Бог не скинут была написана по-моему в девятнадцатом году еще. А на экране сейчас тот экземпляр, который он подарил Даниилу Хармсу в двадцать седьмом году. Обратите внимание, это уже двадцать седьмой год, когда многие авангардисты наигрались или перебесились, по-разному можно это назвать, и занялись жизнестроительством. Но Малевич в двадцать седьмом году еще все-таки занимается авангардом. И на этой обложке он написал «Идите и останавливайте прогресс». И вот что он имел в виду? Тут надо разбираться. Вообще сложные взаимоотношения прогресса и технического прогресса и русского авангарда вообще эту тему лучше всего наверное описал Борис Гройс. У него много статей и даже целых книг, в которых эта тема является сквозным мотивом. И в одной из последних книг в потоке этой теме посвящено очень большое место. Я хочу сделать небольшую отсылку сейчас к этой книге прочитать небольшой фрагмент. Конечно, представители исторического авангарда интересовались технологической индустриальной современностью, однако их интерес был продиктован стремлением эстетизировать и дефункционализировать эту современность, дабы продемонстрировать свою убежденность в рациональности и абсурдности прогресса. И как осуществлялась эта демонстрация. Но Гройс предлагает такую идею, что классическое искусство было меметично, то есть от слова мемезис древнегреческого подражания действительно, подражания, подобия. И в двадцатом веке мемезис, вот это вот художественное подражание сместилось от природы к технике, к машинерии и искусство, предметы искусства, они начинают подражать вот этому, вот этой мертвой природе технической. И они становятся неотличимы от тракторов, аэропланов, стульев, чашек. Они становятся элементами вот этого искусственного потока. И новая техника, родственная по своему происхождению искусству, лишила искусства прежней претензии на истину. И художник оказывается перед выбором, куда ему двигаться, все-таки останавливаться на какой-то такой маргинальной работе с художественными задачами или починить себя техническому потоку. и дальше будет такой эксперимент, когда картины будут производиться на заводе по предзаказу и художник будет не будет участвовать уже в производстве этих картин. Но к этому мы сейчас подойдем, а сейчас я предлагаю обратиться к манифесту футуризма, который был написан Томазо Маринетти, Филиппо Томазо Маринетти в 1909 году. И это манифест, который начинается с того, что нужно очистить мир, разрушить музеи, из которых возникает вот это неравенство вещей, потому что музей, конечно, он способствует неравенству. И манифест этот главным образом известен тем, что там сравнивается автомобиль с Никой Самофракийской и говорится, что автомобиль прекраснее Никой Самофракийской. И Борис Гройц замечает, что этот манифест был опубликован не просто так. Это вот газета Фигара 1909 года. Он был опубликован вместе с рассказом. Это Томазо Маринетти здесь вот он в центре. И в этом рассказе, который сопровождал манифест, Маринетти вместе с друзьями прерывает свою беседу о поэзии и ночью отправляется в поездку на автомобилях. и там описывается эта поездка. Они летят навстречу смерти, как молодые львы. Но дальше происходит интересная вещь. Автомобиль Маринетти слетает в канаву и Маринетти оказывается в грязной жижи. И лежит вот он в этой теплой грязи и говорит ох уж эти мне заводы и их сточные канавы. И тут он начинает вспоминать свою мать и няньку кормилицу. И по-моему это такая очень интересная образная глубина, образный ряд. Мы то думали, что футуризм это про технику, про будущее. А здесь идет какое-то расхождение с этой мыслью. Его вытаскивают из канавы рыбаки. И он называет их рифматические друзья природы. То есть представители того самого прошлого, против которого казалось бы манифест направлен. И манифест этот сводится к неудаче. В заключительной части Маринетти пишет о том, что придет новое поколение, а он и его товарищи будут просто записаны в пассеисты никому ненужными они будут списаны и будут подлежать уничтожению. Маринетти так это описывает. Зимней ночью они отыщут нас в чистом поле у мрачного ангара. Под надновленным дождем мы сгрудимся у своих дрожащих аэропланов и будем греть руки над тщедушным костерком. Огонек будет весело вспихивать и пожирать наши книжки, а их образы искрами взовьются вверх. Есть даже что-то такое истинно марксистское в этом восприятии истории сторонним взглядом, что любая программа она начавшись уже обречена на свою неудачу, на свою смерть. и дальше Борис Гройс говорит о том, что этот манифест футуристов он прекрасно иллюстрирует то, как авангардисты боятся прогресса и они понимают, что прогресс превращает их творение, их программы в нечто мертвое, в товар или в музейные экспонаты. И здесь показательные по-моему примеры это архитектоны, которые делал Малевич, ему помогал Суетин, причем сначала Малевич работал в космическом таком пространстве, делал планиды и ему было важно оторваться от земли, убрать из архитектуры верх и низ и проектировать в каком-то вакууме, причем даже не для людей, бытовые вопросы не сильно беспокоили, это для землянидов проектировалось, как он их называл. Потом все-таки уже в конце двадцатых годов Малевич спускается с неба на землю и вот эти архитектоны они напоминают какие-то урбанистические такие постройки. А снизу это вазы Суятина 32-го года, 32-й, 33-й. Здесь на экспозиции как раз представлены. И для Малевича это, конечно, просто страшный сон. И летательные аппараты, которые не предназначались для полета, памятник третьему интернационалу, который должен был вращаться, но не вращался и вообще не должен был строиться. и чашки не для питья, стулья не для сидения. Это все уже случай эстетизации советского коммунизма из перспективы его исторического заката, из понимания его грядущей смерти. Это изначально мертвые предметы и авангардисты это знали. Они не хотели превращаться в товар, они как бы говорили хотите от нас дизайна, получайте дизайн. Вот этот фарфоровый сервиз был произведен в 23-м году Петроградским фарфоровым заводом вместе с Малевичем. Малевич прям тогда принимал участие работая на заводе. Потом отдельные образцы уже изготавливались начиная с 80-х годов, но совершенно очевидно, что Малевич совершенно здесь не интересует какая-то товарная составляющая, он с ней борется. Посмотрите, вот это кресло ротчинга для рабочего клуба. Они сделаны для того, чтобы рабочие в них отдыхали после смены, но по-моему, глядя на них, вообще сложно себе представить, как в них можно провести какое-то более или менее значительное время, тем более в отдыхе. и здесь я показал эти кресла вместе с агитационными установками Клуцеса, мне кажется, скорее вот эти кресла, они соответствуют какой-то агитационной задаче, нежели дизайну, как мы его сегодня понимаем. Это кресло Родченко в рабочем клубе, это кресло как раз здесь представлено, это 25-й год, тоже очень высокая спинка, плоское сидение и честно говоря, даже по-моему нет необходимости в это кресло садиться, чтобы понять, что оно неудобно, оно уже своим видом указывает на свое неудобство, а рядом стоит другое кресло, это 29-й год, и там все-таки уже даже вот на этикетке это написано, можете обратить внимание потом, там идет какое-то осмысление вопроса быта, какая-то можно сказать комодификация, превращение кресла из произведения в товар, из какого-то абсолютного образца в что-то такое утилитарное, суетен, ну про архитектуру мы уже с вами немножко поговорили, Мельников и здание газеты Ленинградская правда, но было и другое направление, некоторые художники все-таки кидались в эту пропасть, в пропасть производственного искусства, производства, при этом они кидались туда в смысле, что искусство скоро пропадет, его не будет, и эта идея лучше всего, наверное, сформулирована у Бориса Орватова, у него была такая работа «Искусство и производство», и там он говорит о том, что нужно убрать границу между искусством и производством, тогда искусство начнет работать на социальные цели, нужно убрать границу между интеллектуальным и рабочим, и вообще между художниками и рабочими, и как его комментировал потом Джон Робертс, здесь проблема заключалась в том, что при таком размытии границы искусство просто искоренялось, и действительно у Бориса Орватова можно найти такие мысли, что в новом мире искусство не будет, оно будет присутствовать очень в каком-то незначительном масштабе, как отдельные ненормальные проявления у людей, потому что все-таки как не хотелось бы, но люди не одинаковые, и вот это стремление к индивидуальности, нежелательное стремление, оно будет в виде такого патологического искусства встречаться в будущем, но это одно направление, другое направление на сопротивление вот этому прогрессу, я вам описал, и я еще хотел бы сказать такую вещь, что есть расхожая формула, что Маркс, Маркс хотел перевернуть Гегеля с ног на голову, в том в том плане, в том плане, все-таки Гегель выше производственных отношений, выше товарно-рымничных отношений ставил дух, Маркс его перевернул с ног на голову, в том плане, что производство это базис, а вот надстройка это культура, искусство и так далее, но авангардисты говорили о том, что вроде Бог не скинут, и они как раз обращаются вот к этому вечному в искусстве, к духовному началу, как это ни странно, и они ищут какие-то вот эти подсознательные основания, что-то фундаментальное, и это по сути дела как раз такая расчистка, попытка найти какие-то стилевые формулы, чистое искусство, и в этой редукции, да, редукция это как раз расчистка, авангардисты соскребали какие-то культурные наслоения, сначала они провели эту расчистку до фольклора, до народного искусства, потом они добрались до образов иконописи, потом до архаики, и потом они оказались уже в таких чистых платоновских идеях, и можно сказать в ничто в таком супремус, от которого собственно и пошло название течения супрематизм. И даже вот интересно, что у Малевича его крестьянки, косари, они выхватываются из реального быта и помещаются в какие-то катоцмические такие пространства, и вся эта расчистка, она была не случайна, она оказалась очень удачна и своевременно вплетена в европейскую философскую мысль. И Малевич и Кандинский, они шли по пути Матисса, считается искусствоведами, что было два таких направления, одно было направление Матисса, это движение в сторону восприятия, восприятие цветовых пятен, восприятие формы, как цвет, композиция влияет на наше сознание. было другое направление Сезановское, это попытка узнать, как предмет устроен, какая у него структура, конструкция. Так вот, Кандинский, Малевич, они двигались по Матиссовскому пути, они пытались понять, как композиция, цвет влияет на наше сознание, и правильнее даже сказать, на подсознание. И в это время, в Европе, это как раз нулевые годы, сформировалась такая философская школа, философское направление феноменология. это как раз попытка докопаться до чистых явлений, чистых феноменов, как если убрать все культурные структуры, культурные настоения, как вещи являются человеку. и это как раз и называлась феноменологическая редукция, вот эта расчистка. И Гусар, как основатель, или даже справедливее сказать, один из основателей феноменологии, он предложил такую максимуму назад к вещам, назад к самим вещам. и похоже, что авангардисты они как раз тоже занимались вот этой своего рода редукцией. И мне кажется еще интересней то, как феноменология связана с авангардом в трудах Хайдекера. Прежде я хочу сказать, что все, что я рассказываю, это, во-первых, связано, конечно, с изобразительным искусством, но и в литературе те же самые тенденции тоже проявлялись. И поэты того времени занимались этой редукцией, пытались расчистить язык, свести его до каких-то первооснов, каких-то языковых архетипов. А кроме того, такой же редукцией и расчисткой занимались и русские формалисты, знаменитая русская формальная школа «Опояс», который действовал с 16 до 25 года. А у Хайдеггера интересное направление в его знаменитой работе «Бытие и время» он обращается к вещам, к инструментам, как, собственно, они работают. Он упоминает такие предметы, как стол, стул, молоток. и дело в том, что когда они нормально функционируют, человек их не замечает. Они начинают являться человеку только когда ломаются или когда становятся неудобными. И вот за этой подручностью, за этим наличествованием, как он это называет, вещи от нас скрываются. но вот мы уже, наверное, больше часа, почти час сидим на стульях. Они у нас более или менее удобные, они не сломаны, и мы про них даже и забыли, и не обращали внимания. То есть мы забыли о том, что стул это четыре ножки, спинка, сидение. Это, конечно, грубая такая трактовка Хайдеггера, но я считаю, что авангардисты, они как раз часто хотели столкнуть человека с предметом именно в хайдеггеровском смысле, как кубисты разламывали свои предметы на своих полотнах, так и авангардисты, работающие уже с предметным дизайном, или, правильнее даже сказать, прото-дизайном, они хотели заставить человека пережить предмет, понять его сущность. Для дизайна это, конечно, нехорошая задача, но в рамках художественной программы это вполне уместно. Значит, авангардисты расчищали художественное поле таким вот негалистическим нахрапом, и хан Магомедов сравнил Малевича со смерчем, который пронесся и сдул все лишнее, обнажил стилеобразующий каркас. И параллельно с этой расчисткой художники искали какие-то начала, о которых я уже говорил, исходные импульсы формообразования. Супрематисты искали их в простых геометрических формах, в чистых цветах, конструктивисты искали их функционально-конструктивной основе, рационалисты искали их в потребности человека ориентироваться в пространстве. И тут возникает другой сложный момент, такие поиски строятся на жестком отборе и предельных ограничениях в художественных средствах и в приемах, поэтому мы наблюдаем здесь предельную формализацию, рассчитанную на последователей, которые придут и наполнят все это каким-то содержанием. Я вот предлагаю вам еще раз вспомнить эти стулья Родченко, как будто он и не собирался отдавать их людям и ждал, что придут какие-то последователи, возьмут эту заготовку и когда-то возможно она станет дизайном, но пока это просто чистое произведение искусства. Здесь возникает и другая проблема. О ней писал Климент Гринберг, он говорил, что когда авангардисты ставят перед собой такие формальные, фундаментальные задачи, они теряют свою связь с социумом, потому что социальная задача отходит на второй план. И авангардистам интересны приемы, техника, как создавались произведения предыдущих эпох, но их не интересует их содержание. Вот Гринберг это называл от сейчас одну секунду, он авангард отбрасывает что? Искусство и обнажает его как. И естественно, вот это устранение содержания не пользовалась социальной и общественной поддержкой. известно, даже и Гринберг об этом писал, что Ленин не интересовался авангардом, он ему был не близок, и пролетариату тоже авангард был не близок. Тоже получается очередная проблема с авангардом. Вот эта страница из книги Хан Магомедова супрематизм и русский архитектурный авангард, по-моему, она так называется. Эти слова тоже, по-моему, очень характерны. И Хан Магомедов говорит о том, что в общем-то не было готовых каких-то решений у супрематистов, они хотели увеличивать тайны. Это показательно. Снова я хочу вам показать эту планету Малевича. И под эту картинку, под эти архитектоны я хочу вам тоже предложить цитату очень значимую из Хан Магомедова. Все левые художники, прошедшие в 19-25 годах через архитектуру, так и остались дилетантами в этой новой для них сфере деятельности. Они не стремились стать архитекторами. Их временное присутствие в архитектуре в масштабах общего развития советского художественного авангарда можно рассматривать как своеобразную помощь архитектуре в освобождении от пут неоклассики, как стремление интенсифицировать новаторские стилеобразующие поиски в сфере художественного творчества. и дальше он замечает, что для всех этих художников их проход через архитектуру был лишь кратковременным эпизодом в их творчестве. Но тем не менее в этой кратковременной стадии все-таки русскому авангарду было суждено зародиться. еще я хочу показать Лисицкого тоже его работы парят в космосе и вот студентам архи допустим говорят, что у здания должен быть верх и низ и Лисицкий так не считал. Он как раз тоже думал, что надо убрать верх и низ запустить это все в какой-то хаос и возможно из этого родится новая архитектура. Потом действительно уже что-то архитектурное из этого начало получаться и здесь уже вроде даже какая-то земля появляется. Но вообще конечно эти архитекторы они летали в космосе это летающий город Крутиково попытка как-то приземлиться со стороны Чашника и русский авангард все-таки ой прошу прощения русский дизайн отечественный дизайн все-таки как-то сумел зародиться в этой бурлящей реке где утопия быт сливались и где было непонятное отношение к производству к техническому прогрессу и вообще архитекторы все время сталкиваются с проблемой соединения быта и утопия и дизайнеры с этим сталкиваются и мне кажется что авангард того времени он дает возможность понять как все-таки балансировать между вот этими крайностями и как ставить перед собой какие-то художественные задачи утопические но потом все-таки находить для них практические решения но в 30-х годах все закончилось русским авангардом обычно считается что эпоха авангарда в России завершается вместе с установлением сталинской диктатуры и с провозглашением социалистического реализма как главной главной такой силы главного направления главного метода всего искусства и 20-м годам в принципе говорить о авангарде уже даже и не совсем правильно опять же Гройс об этом пишет потому что авангард это революционное искусство но революция закончилась и началось время строительства быта и художники которые все-таки всегда стремятся к обновлению к новаторству они в эту ситуацию не вписались те кто продолжал заниматься вот этими художественными направлениями из сложенными из авангарда они превратились в конформистов скорее и тут приходит на ум образ Владимира Маяковского который сперва был такой живой пылающий футурист новатор революционер а потом он превратился в пролетарского поэта поэт трибун как его называли и его обвиняли в агитке он сам очень из-за этого мучился но революция закончилась началось строительство быта и художником место уже не находилось и малевич говорил что его супрематическим экспериментом не нашлось применения и они не рассчитаны на реальную жизнь он писал в баухаус о том что его беспредметность это скорее борьба с утилитарностью и это такие художники для государства это проблема это беспорядок и все-таки авангард в советском союзе продолжился опять же гройс об этом пишет потому что социалистический реализм это не реализм полном смысле этого слова это реализм только по названию а по сути это построение утопия продолжение этой утопии и совсем недавно еще старались построить одну утопию авангардную и не получилось и в тридцатые годы уже занялись строительством другой утопии причем уничтожая наследие русского авангарда как он свое время уничтожал наследие неоклассики и в тридцатые годы действительно была борьба с авангардом началась эта борьба и он был задвинут до шестидесятых годов и допустим харджиев пишет о том что авангард двадцатых годов это вообще миф уже не было никакого авангарда и как он описывает это эту ситуацию он говорит страна издыхала художники издыхали он использует именно этот термин и малевич тоже уже перестал авангардом заинтересовать интересоваться харджиев как раз описывает очень интересно этот его переход ну и надо сказать что им заинтересовалась заинтересовались в нквд ему пришлось в тридцатые годы в начале тридцатых провести какое-то время за решеткой и после этого он конечно уже авангардом не не хотел заниматься и приходит новая эпоха и это закономерное завершение авангарда это такая реапроприация классического наследия на расчищенной авангардом территории очень хорошо эту ситуацию описали Ильф и Петров в своем рассказе «Горю и не сгораю» 32 года они они сперва описывают мебельную обстановку одной старушки дореволюционной и там неказистая нефункциональная дубовая мебель и всякие скатерти с бомбошками и это все лучше всего подходит для кошек которые живут у бабушки и внук смотрел на всю эту печальную картину и мечтал что он будет жить в какой-то другой обстановке с простой комфортной мебелью и в годы гражданской войны ему пришлось эту мебель сжигать в буржуйке и греться и особенно он хвалил соборный буфет которого хватило на целую зиму и вот авторы обращают свой взгляд после этого описания на мебельную продукцию уже современного им советского советского времени советского быта они смотрят советские магазины понимают что вся эта неказистая неудобная мебель весь этот декор выставленные на вретре на витринах ничем не отличаются от дореволюционных и они пишут что все тут старорежимно и только томик маркса который лежит на столике как дань времени вместо бабушкиного семейного альбома он 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 указывает на советскую действительность напоследок я хочу вам показать еще одного художника из 30-х годов как раз испания 37-39 годы это гражданская война между республиканцами и франкистами и книга называется элиомбре до ласчек с права внизу написано история альфонсо лоренсика художника пыток и альфонсо лоренсик француз австрийского происхождения он как раз в эти годы занимался проектированием пыточных камер и как раз для нас это интересно потому что он основывался на работах авангардистов не только русских но в тех трудах которые он после себя оставил там упоминается и малевич особенно он высоко ценил кандинского и в этих камерах очень интересное решение неровные стены пестрая графика на полу такие вот бруски и кирпичи еще свет то и красный то зеленый и вот эти плоскости у лежака и у тумбочки они наклонены на 20 градусов примерно на них невозможно лежать и альфонсо лоренсико его расстреляли в 39 году на площади кампа голобота в барселоне на суде он говорил что его пытками заставляли делать это эти пыточные камеры мне кажется это вот как раз такой неудобный авангард и здесь человек сталкивается с этими предметами постоянно в хайдеггеров скам смысле он не может уйти от подручен то есть предмет все время его является и он не может раствориться в этой подручности и наличественности и картинка которая справа показывает что эти камеры потом оказались в музее и авангардисты очень боялись что все что они делают окажется в музее но все тем не менее как этому не сопротивляйся все равно оказывается в музее и авангардисты с этой мысли начинали а я вот этой картинкой с музеями и с музеем и с этими камерами свой доклад заканчиваю его приходится заканчивать гражданской войной и пыточными камерами ну так уж получается вообще мне очень хотелось эту тему проговорить она такая сложная и запутанная и где-то я сам даже путался сегодня но все-таки я надеюсь я надеюсь что ход моей мысли был интересен и надеюсь что он добавит вам какой-то глубины восприятия этой замечательной выставки и спасибо за внимание я не знаю если у нас есть время на вопросы если они вообще есть вопросы то я готов ответить спасибо огромное и я всех приглашаю давайте похлопаем мы все приглашаем с каждой четверг лекции следите за нашими соцсетями в комментариях